Добрый вечер в прямом эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей, мои коллеги и я Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Объездными путями едешь, дальше будешь. Дорога по улице Индустриальная готовится к закрытию. Когда автолюбителям запретят свободный проезд? До начала первой смены в лагерях осталось 3 дня, а деньги из области на отдых юных тагильчан так и не перевели. Начнется ли летняя оздоровительная смена в срок? Тагил ТВ взращивает себе замену. Ребята из детского дома номер 5 стали сотрудниками нашей телекомпании в рамках благотворительной акции. Как прошел первый день юных телевизионщиков? Объездными путями едешь, дальше будешь. Дорога по улице Индустриальная готовится к закрытию. Там идут ремонтные работы. Когда запретят свободный проезд по этой дороге? И как скоро откроют? Ответы у Лены Тереховой. Взмах железной руки от дорожных проблем. На улице Кулибина они зарыты глубоко и канули в воду. Влага появилась в некоторых местах. Рабочие до сих пор в поисках причины. Сейчас водовод отключен. Там в колонке даже грамма воды нет. Я не знаю, что это такое. Это не утечка. Это однозначно. Потому что была бы утечка, тут бы фонтан бьет. Это причинистые грунты, которые я обязан убрать и воду на перспективу отсюда увезти. Вода скапливается в местах, где грунт слабый, рассказывают подрядчики. Но ремонту пойти на смарку не дадут и обустроят дорогу ливневой канализации. Раньше она была только на пересечениях. Хотим отрезать воду от частного сектора, я имею ввиду грунтовые воды, отрезать, чтобы они не поступали под дорогу. Потому что за много лет эксплуатации этой дороги мы столкнулись с проблемой, что вся вода заходит под бетонное основание и там остается. Но, несмотря на серьезность проблем, решить ее нужно уже через 10 дней. Жесткие рамки поставил глава. На 7 июня намечены работы по замене трамвайных путей. От скорости действия рабочих будет зависеть и скорейшее преображение индустриальное. Взамен мэр попросил адекватный план подрядчиков. Улибина, вы смотрите, с учетом проблем, которые мы излагали, окей, но мы ускоримся. Максимально. Ускоримся. Сейчас еще посмотрим по трамвайным путям, может быть, раньше, чтобы начать можно было. Да. Значит, ускорится. Но самый крайний срок 15 июня. Но индустриальное простаивать не будет. Уже в пятницу начнутся работы по ремонту трех пересечений, а точнее замене коммуникаций на них. Водителям во время работ въезд закроют полностью, но ненадолго, до понедельника. Елена Терехова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. А уже завтра невозможно будет проехать по проспекту Строителей. С 6 утра его перекроют от Мира до Пархоменко. Будут вестись ремонтные работы. Движение возобновится только в пятницу в 8 вечера. Набережная Тагильского пруда начинает преображаться. Полным ходом идет реконструкция Демидовской дачи. На стройку сегодня выехал глава города Сергей Носов. Узнать, как идут ремонтные работы. По основному зданию приняли все технические решения по усилению кладки. Потому что, конечно, за два века она пришла к частичному разрушению. Значит, восстанавливаем два флигеля, согласно проекту. И, в принципе, весь этот участок будет благоустроен с разбитым парком. Реконструировать Демидовскую дачу будут по чертежам 19 века. Новое здание на берегу Тагильского пруда будет идентично старому. Кроме того, подрядчики сохранят исторические детали здания – кладку, лепнину. Полностью сдать объект планируется к середине сентября текущего года. До начала первой смены в лагерях осталось три дня. А деньги на отдых юных тагильчан так и не перевели. Из областного бюджета в город должны были прийти 106 миллионов рублей. Пока на счетах их нет. Начинать летнюю оздоровительную смену, говорили сегодня на заседании постоянной комиссии Думы по соцполитике, будут на деньги из местного бюджета. 22 миллиона рублей на это выделены из городской казны. Второй год работают из этих 22. На сегодняшний день наша задача – отработать организационную, провести все конкурсы, что уже сделано и проведено, и в том числе и питальный ход. График, который предоставлен по доезду детей, будет выполнен в полном объеме. И работать в лагере начнут, потому что те питающие организации, я сейчас с ними проводил совещание, они к началу работы все готовы. Заезды на первую смену начнутся 1 июня. Примут маленьких постояльцев первыми, лагеря «Звездный», «Уральские огоньки» и «Солнечный». База отдыха, отчитались директора, уже готовы к заезду детей. Набран персонал, проведена санобработка территории, в ближайшие дни завезут продукты питания. Деньги из областного бюджета должны поступить до конца месяца. Тагильчане игнорируют, медики настаивают. Диспансеризация продолжается в нашем городе. Врачи просят всех пройти комплексное обследование. Рассчитано оно на горожан в возрасте 21 года и старше. Мы проводим массу исследований, обследований этим группам населения. И что позволяет нам выявлять в первую очередь те заболевания, которые приводят к инвалидности, к ранней смертности. Ранняя диагностика опасных болезней, таких как сердечно-сосудистый, рак и туберкулез, повышает эффективность их лечения. Именно поэтому медики и настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию. К слову, обследование проводится абсолютно бесплатно, без специальной записи или показаний, в удобное для каждого время. У нас выделено время ежедневно по приемам и узких специалистов, и в лабораторной диагностике, и в функциональной диагностике. И для проходящих диспансеризацию. То есть они приходят, их принимают в эти часы и могут принять и без очереди. То есть мы не привязываем их по часам. Зеленый цвет, тревоги нет. Пограничники сегодня празднуют 95-летие погранвойск. Отметить праздник собрались у памятника погибшим в локальных войнах. Поздравляли там и юных кадетов. Они получили свое первое воинское звание. Подробности у Алексея Южанина. Таким приветствием ветераны зеленых фуражек вспоминают свою службу. Большинство уже в форме с самого утра, некоторые с того же утра уже не в форме. Однако и те, и другие одинаково любят и чтут этот день. Зачастую единственный в году, чтобы увидеться с теми, с кем защищали одну границу. Это особый день для тех, кто носил зеленые фуражки. И вот посмотрите на площади, сколько ребят в рабочий день оторвались от семей, сработали, пришли для того, чтобы встретиться со своими боевыми товарищами. Разговорами дело не ограничилось. Заслуженных защитников государственной границы награждают юбилейными орденами. А для многих учащихся кадетской школы сегодняшний праздник стал днем получения своего первого воинского звания – кадет. Так что независимо от своей будущей воинской профессии, День пограничника смогут отмечать и они. Торжественно обещаю с честью и достоинством нести это звание, строго выполнять устав кадетской школы, заветы и обязанности кадет, подчиняться приказам и распоряжениям командиров и начальников. Я ни разу не пожалела, что пришла именно в кадетскую школу и ни разу не думала, когда-то переходить в другую обычную образовательную учреждение. Мне очень нравится. Нас воспитывают патриотизм к родине, именно любовь к родине. Организация ветеранов погранвойск взяла шефство над кадетской школой и создала отряды юных друзей-пограничников для воспитания новой смены стражей границы. Перемены и реформы в погранвойсках не изменили самого важного, говорит Валерий Суров, сам в прошлом пограниц. Осталось одно неизменным, что служба на границе была почетная и остается такой же почетной. И самое главное, что то боевое братство среди тех ребят, которые проходили службу в пограничных войсках, оно также остается неизменным. Я думаю, что оно будет всегда таким. После торжественной части все желающие выстроились для участия в эстафете. Победитель только один, но подбадривающих возгласов зрителей хватило всем. Мультики в сторону, в пору делать новости. Юные тагильчане попали по ту сторону голубого экрана. Стали сотрудниками Тагил ТВ. Всю неделю ребята из детского дома номер 5 будут постигать азы журналистики. Под чутким руководством наших корреспондентов. В рамках благотворительной акции «Ко дню защиты детей». Как прошел первый день юных телевизионщиков, расскажет Елена Терехова. Несколько сотен ступеней, пять этажей. Путь к заэкраню не так близок, как кажется. Но дамы в офисной одежде и мужчины в белых рубашках к нему держат верный путь. Спустя несколько незнакомых коридоров на пути, наконец-то появляется до боли знакомое лицо. Давайте, может быть, представимся, как вас кого зовут. Стелла, Антон, Алена. Десять ребята с пятого детского дома первое время немного тушуются. Кто-то слушает, что называется, открыв рот, а кто-то присматривается к предметам интерьера. От операторской до режиссерской и святая святых. Студия, где записываются новости. Вечер на Тагил ТВ – большая игра. Кресло телеведущих оказалось самым популярным. Добрый вечер. В прямом эфире Тагил ТВ. Но самое важное кресло доверили самому младшему будущему журналисту Владу. На стульсе Сергея Константиновича. Как на телевизоре и студия, то есть там эти декорации, этот большой экран. Я думал, это на самом деле так, но на самом деле не так. Я не думал, что на самом деле, нет, я знал, что есть такие новости, где читают по диктору, вот этому. Да, суфлер, но не знал, что это вот прям вот так вот выглядит. Антон не зря примеряется к студии, кроме как к дикторам, себя не видит никем. Педагог-организатор Людмила Демьянова рассказывает, ребята в конкурсах участвуют активно. Но приглашение попробовать себя в роли журналистов побило все рекорды. Ребята пошли ко мне друг за другом и стали проситься. Конечно же, все желающие приехали сюда к вам и провели чудесный час у вас на телевидении. Много нового и интересного. Я думаю, что некоторые даже задумаются, кем им дальше стать. Экскурсия по студии только ягодки, работа будет впереди. Ребята до пятницы станут неразлучны с камерами и микрофонами. Уже запасают вопросы и терпение для грядущего дня. Завтра они смогут выйти на рабочее поле, чтобы показать зрителю, на что способны. Елена Терехова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Преодолей себе! Сегодня завершился 13-й городской фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями. С начала года тагильские инвалиды соревновались на лыжне, в игре в боулинг, дартс и даже плавании. Что важнее победы в этих соревнованиях, расскажет Алексей Алексеев. Спортивный фестиваль «Преодолей себя» проводится в городе с 2001 года. В программу завершившегося входили соревнования по восьми видам спорта. В них приняли участие 385 инвалидов. Когда присутствуешь, когда проходит то или иное спортивное мероприятие, конечно, иногда радуешься за людей, то, что у них есть вот такой жизненный порыв, наверное, да. Людям это надо, людям это необходимо, и мы это видим, когда смотрим в глаза этих людей во время этих мероприятий. Как достижение организаторы расценивают то, что в этом году сумели привлечь к соревнованиям по плаванию инвалидов-колясочников. Впечатления же самих спортсменов непередаваемые. Впервые в этом году мы участвовали в соревнованиях по плаванию. Очень понравилось, потому что впервые и необычно смогли колясочники добраться и участвовать. Перед участниками фестиваля сегодня выступили юные спортсмены и артисты. Лучшие спортсмены с ограниченными возможностями получили награды. Каждый любит получать подарки, любит получать грамоты, особенно наши дети. Они этого ждут, они этого, как выразиться правильно, в восторге от подарков, от того, что их награждают, что они нужны, чувствуют себя такими же людьми, как здоровье. Чтобы сделать следующий фестиваль еще более насыщенным и ярким, организаторы провели специальное анкетирование. Высказать свои пожелания и претензии смогли все неравнодушные. Алексей Алексеев, Александр Штраух, Егор Егошин, Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина уходящего дня. Если вы стали очевидцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу www.tagil-gifistv.ru Раздел «Сообщи новость» или звоните по телефону 4195-51. Автор самой позитивной новости на этой неделе станет обладателем приза сертификата на игру в пейнтбол от спонсора рубрики «Экстрим-клуб Адреналин». На этом моя часть выпуска завершена. Впереди вас ждут новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. Всего доброго и до встречи. Тэквандисты Дисуша номер 2 завоевали 18 медалей на первенстве города. Соревнования накануне завершились Нижним Тагилем. Воспитанники спортшколы пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Трижды спортсмены Дисуша номер 2 становились серебряными призерами. Десять человек завоевали бронзовые награды. Как рассказали нам в Управлении по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики муниципалитета, также призерами турнира стали и трое учащихся с Дюшор Уралец. Семен Востриков в весовой категории до 32 килограммов и Михаил Лебедев в весе до 35 кило стали победителями соревнований. Среди спортсменов до 38 килограммов третье место занял Мирон Нестеров, воспитанник с Дюшор Уралец. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта узнаете завтра в это же время. Александр Сальников, Егор Егошин. Новости спорта Тагил ТВ. Новости спорта Тагил ТВ.